Добрый день, приветствую вас на конференции Flow. Меня зовут Юрий Куприянов, я ведущий тренер школы системного анализа и проектирования Systems Education. И сегодня я выступаю экспертом на докладе границы проекта в условиях The roof is on fire. И наш спикер Данил Старосек, аналитик компании RCKP InTech. Привет, рад, что пришли. Данил, я когда читал описание доклада, у меня, честно говоря, все оставшиеся волосы встали дыбом просто. Настолько узнаваемая ситуация. Вот скажи, пожалуйста, если бы этот доклад был фильмом, а что бы это было? Это ужастик? Это боевик? Это романтическая комедия? Что это? Трагедия. Ну, я думаю, это ближе к такому стильку, который появился, наверное, в 90-х. Это ужастик с элементами комедии некоторые. Ну и, конечно же, с элементами американских горок. Вверх-вниз, вверх-вниз. Ну, а пока еще неизвестно, где мы сейчас и куда придем. Но уверенный взлет намечен. Супер. Ну, давайте посмотрим. Спасибо. Привет еще раз всем. Ну, уже представили. Данил Старосек, RCKP InTech, являюсь аналитиком. И доклад свой сейчас вам расскажу. Небольшие вводные. То, что у нас новый крутой проект. Чуть позже о нем тоже более подробнее будет. Полностью новая команда на этом проекте. Как всегда, сжатые сроки. Ну, и у меня конкретно, да и не только у меня, потому что команда новая. У многих ребят испытательный срок в это время. Ну, и как принято, я думаю, многими, что испытательный стресс – это испытательный стресс – это срок. Испытательный срок – это такой достаточно серьезный стресс всегда, когда приходишь на новое место. Тебе бывает максимально некомфортно. И когда еще при этом новый проект у нас, довольно частенько бывает так, что происходит просто всеобщий хаос. То есть мало кто понимает, что конкретно нужно сейчас в данный момент делать, что делать потом, кто это должен делать. И, соответственно, и границы проекта у нас довольно сильно растекаются. И, собственно, сложности все налицо, можно так сказать. И я сегодня попытаюсь рассказать, может быть, доказать, что испытательный срок на самом деле это круто. А хаос, который происходит во всем это время – это супервремя. Это время возможностей, так скажем. И каждый сам для себя решает быть все-таки собачкой, которая в огоньке сидит, прикидывается, что все нормально, я работаю по инструкции, все выполняю, я делаю свою работу хорошо, а то, что вокруг все горит и крыша скоро упадет, меня, в общем-то, не сильно волнует. Ну, либо быть таким укротителем хаоса, быть героем. Ну, так как мне не совсем комфортно говорить о себе в первом лице, мы будем использовать товарища, я не знаю, а может быть, кто-то знает сорт этого растения. Сорт я тоже не помню, поэтому я его назвал Митроша. Вот. Митроша у нас такой товарищ, который уже что-то умеет в аналитике. Он плюс-минус 6 лет в IT-сфере, запустил несколько продуктовых проектов, он работал в ЕТТЕХе и уже успел окунуться в банковскую сферу. То есть поработал он с базами данных. Вот. И, в общем-то, ему все там классно понравилось. И он хочет развиваться. Он хочет изучать новые технологии. Не только базы данных. Он хочет с фронтом, он хочет с бэком работать. Хочет влиться в новый проект и, собственно, расти быстрее. Я думаю, это естественное желание для всего живого на Земле. Расти больше и сильнее, быстрее и так далее. Ну, и Митроша тоже среди таких ребят. Какие сложности? Ну, Митроша немного трясется, потому что все-таки стресс, новая команда, новая проекция. И он тоже живой организм, который немного побаится. Вот. Проект уже стартовал. То есть это не в самом начале пришел Митроша, потому что проект уже начался, ну, условно там с зимы, Митроша пришел летом. Соответственно, команды нет, а точку контрольную нужно выполнять. То есть уже должны работы быть выполнены, а команда только собралась, Митроша пришел. Вот. Ну, это уже огоньком таким попахивает. Новая команда, причем с улицы, то есть так же, как и Митроша, он не работал раньше в РСХБ Интех, он работал в другой компании. И сокомандники тоже были из других компаний. Вот. И, соответственно, Легаси они не особо-то ведают. Вот. Ну, собственно, боится неизвестности. Я думаю, классическая, наверное, сейчас, ну, по моему мнению, менеджмент достаточно сложно сказать, что он сейчас на высоте, в пике своего развития. Вот. Ну и Митрошу это тоже страну не обошло. Немного о проекте. Называется она «Индиное фронтальное решение», ЕФР сокращенно. Это такая система, которой пользуются сотрудники в банке. То есть если вы пришли в офис, подсаживаетесь к операционисту, и он вас обслуживает. То есть выдает вам классные продукты. И чтобы ему все в голове не держать, а идти по, так скажем, по сценарию, есть такая вот «Единая фронтальная система», которая в себе агрегирует всю работу, собственно, операциониста. И помимо того, что это решение у нас было монолитное, мы решили его поделить на микросервисы, вот еще это решение такой новый функционал обретает. Он заключается в том, что мы будем выдавать так называемую продуктовую матрицу. То есть когда клиент приходит, он изъявляет свои желания, хотелки, минимальную информацию мы от него собираем, и будем выдавать ему максимально удобные. То есть зачастую в банке большое количество различных продуктов, но на то оно и большое количество, что оно заточено под конкретного клиента. И, соответственно, мы такой функционал тоже добавляем. Ну и метроша работает первую неделю, и у него вообще все замечательно. Я думаю, это стандартный процесс онбординга для многих, наверное, из вас, кто, я думаю, всегда его проходил. Каждый в своей жизни, и даже неважно в какой сфере. То есть пришел в новую компанию, знакомишься с коллегами, изучаешь документацию, читаешь инструкции различные. Ну, в общем-то, стандартный механизм, я думаю, для всех. И тут у нас небольшой интерактивчик. Можно выкрикнуть с места пару предложений, как вы думаете, что происходит дальше. Супер, но пока мимо. Можно еще один вариант. Доступы. Очень тоже классно, но происходит следующее. У нас коллеги, более опытные аналитики, уходят в отпуск. Отпуск на две недели. Вот. И, соответственно, у нас метроша остается один, совсем один. А в команде работает 35 человек. Ну, то есть там команды от разных микросервисов. От нашего конкретного микросервиса остается только один метроша и пять разработчиков. Ну, и, собственно, непозволительная роскошь говорить о том, что коллеги, мы подождем две недели, ничего, все в порядке, через две недели все вернутся и пойдем дальше. Соответственно, делать так, конечно же, непозволительно. И поэтому у метроши все здорово. Он начинает заниматься тем, что тушить пожары. То есть бегать к различным коллегам из других команд, ковыряться в документации, искать, как бы помочь своим коллегам, чтобы не тормозился у нас проект. В общем, ну, с каким-то успехом, собственно, это все дело происходит. Ну, и какой совет можно дать метроши? Ну, собственно, за неимением лучшего нам уже Иван Федорович ответил. Даже книжку такую написал. Какие выводы успел сделать метроша? То, что очень здорово бы вначале определить границы своих компетенций и немаловажные границы проекта. Вот конкретно в нашем проекте существует, помимо системного аналитика, кем метроши является, еще и бизнес-аналитик. То есть мы уже можем четкую границу достаточно проложить между тем, что, ну, банально, системный аналитик уже не обязан идти к бизнесу. Точнее, это даже ему нежелательно ходить к бизнесу. Он ходит к конкретному специалисту, который этой работой занимается. Вот, соответственно, мы уже с какой стороны оградились? Мы также, ну, мы, естественно, не занимаемся проработкой архитектурного решения, например. У нас есть архитектор и так далее. Ну, и, собственно, метроши не надо отчаиваться, потому что, опять же, у нас испытательный срок, начало проекта, и, соответственно, не все в твоих силах, когда ты проработал неделю. Ты толком-то свои инструкции не успел еще осознать, прочитать. Очень важным оказалась такая аббревиатура, которая пришла к нам из продаж, ЛПР. Я думаю, некоторые знают, что это лица, принимающие решения. Оказалось, для метроши очень важно и полезно, и жить ему стало проще, когда он нащупал все-таки... Вот есть какая-то область, и в этой области есть такое лицо, которое принимает решения. И, ну, классическая история, когда, ну, можно сразу подумать, принимает решения тот, кто самый высокий там по должности. Вот начальник, значит, он принимает решения. Но это не всегда так происходит, потому что, условно, начальник, он не всегда погружен в такие процессы, которые могут тебя интересовать. А вот, допустим, параллельный коллега может как раз-таки очень хорошо там знать и принимать решения, и, собственно, к начальнику это переходит только на согласование или одобрение. Далее. Очень полезным оказалось для метроши – это все-таки понять мотивацию каждого участника. То есть у нас есть project manager, product owner, у нас есть архитектор, у нас есть тестировщик и многие другие. И очень здорово помогает в определении мотивации метод 6-шляп. Я думаю, тоже многие на тренингах различных были, понимая то, что метод 6-шляп, прошу прощения, это когда мы одеваем одну шляпу, то есть прикидываемся, например, тестировщикам и думаем, а как вообще выглядит мир с его стороны. А потом мы идем и одеваем другую шляпу и смотрим, а как же для менеджера задач данная ситуация выглядит. И, допустим, самый такой тоже из примитивных примеров, когда можно воспользоваться методом таким, ну, например, то, что… Ну, логично то, что тестировщик, например, хочет, чтобы ошибок не было, баги, допустим, были все исправлены. А как аналитик он может это воспринимать так, что тестировщик просто докапывается, ищет какие-нибудь изъяны и хочет показать, что ты на самом деле ничто, и звать тебя никак, и плохо ты работаешь. Но на самом деле это такие штуки, которые на такой комфорт и атмосферу, можно так сказать, влияют. И когда мы понимаем, что на самом деле мотивация вполне адекватная, жить становится всем лучше и проще. Далее. Вот Митрош полагал, что есть такая штука конфлюенс. Он туда сейчас придет, все изучит, и будет все ему понятно, и здорово, и работать будет классно, и проект вообще полетит пулей. Но я думаю, это тоже такая не исключительная история, когда у нас в конфлюенс не все в актуальном состоянии содержится, и не все там есть. И Митрош вот такую себе мысль заключил в голове, то, что нужно думать не о потомках, а о наследниках. И когда просят какую-то ссылочку кинуть на какие-то материалы, лучше этого не делать, а лучше говорить путь, потому что путь — это наше все. Вот тут с правой, наверное, с левой, да, стороны оглавления. И когда у нас, ну, в первую очередь, конечно же, Митроша начал с себя, потому что когда тебе ссылочку кинули, ты пошел один раз, прочитал что-то, запомнил, ну, или подсохранил, что еще лучше. И потом у тебя большой список сохраненок, и ты уже не особо понимаешь, что где лежит. А когда ты разобрался с оглавлением, ты уже структуру у себя в голове разложил, систематизация, чудеса делает. Вот. И Митроша вот так решил для себя, что нужно делать инструкции. Не знаю, как у каждого, конечно, инструкции, по крайней мере, за свою жизнь я сталкивался с многими, но зачастую инструкции, написанные юридическим языком, состоят из минимум 20 страниц, и вообще очень сложно с ними работать. Вот. А вот таких инструкций по-настоящему, которые нужны, ну, допустим, создать встречу, назначить комнату для вебинара, еще что-то, делают очень мало, и эти вещи почему-то передаются из уст в уста. Вот. И, ну, у некоторых просто нет времени на это. Когда вы их сделаете, вот Митроша сделал, и вообще произошла такая метаворфоза, что почему-то респект сильно вырос. Поэтому Митроша решил, что будет создателем. Оставлять цифровой след в компании и, соответственно, набирать очки рейтинга своего. Еще также очень полезным, как оказалось для Митроша, это строить свой собственный план, потому что в режиме, когда у нас происходит хаос, не у всех есть план. Ну, либо он есть, но в формальном плане. То есть у нас есть контрольные точки, что нужно сделать, и обязательно эти планы нужно соблюсти. Вот. И в таких случаях может все скатиться, как у Митроши это пару раз бывало, что мы планируем-планируем, что надо к этому сроку успеть сделать, а в это время ничего не делается, кроме планирования, оценок, потом новые у нас требования появились, мы их пересогласовываем, заново оцениваем, и у нас проходит там две недели, а вот и ныне там, как говорится. То есть вечные оценки, переоценки, а сама работа не выполняется. Ну, и это, опять же, тесно связано с обороной границей проекта, о том, что план должен быть, а если вас что-то пытаются поменять, помним, что есть такой у нас треугольник, который говорит, что если вы хотите много, соответственно, вырастет и другие составляющие, там, как бюджет, время и так далее. То есть сильно помогает. Ну, и, собственно, второе предположение можно высказать, что же было дальше после всех этих метрошенных выводов и умозаключений. Как вы думаете, что же произошло спустя некоторое время? Еще раз? Закон? Спасибо большое. Может, зарплату попросил поднять? Да, ну, рановато, он еще на испытательном сроке зарплату поднимает. Произошло то, что у нас лайк и босс стал метрош, потому что он наделал инструкции, он помог всей команде, все вместе наметить какой-то критический функционал, согласовать его, примерный план этого достижения, и, соответственно, респект в команде, да, и в общем-то, и в компании где-то даже, хорошенько-то подрос, начали люди обращаться, потому что человек что-то понимает, он реально помогает, хотя действия максимально простые, то есть сделать инструкцию, которую тебе кто-то рассказал словами, какой-то более опытный специалист, написать, и оказывается, что помимо тебя еще человек 10-15 тоже не знает, как это правильно делать. Они заходят, делают, и такие, о, а метрош молодец. Вот, и, ну, можно, да, еще одно предположение. Что было дальше? Ах, я пропустил. Подсказка была, что было дальше. Как вы думаете, что произошло после того, как метроша стал почти big russian boss, что он такой респект заимел в компании, в команде? Да. Фейл, какой фейл? Как вы думаете? Что могло пойти не так? Вот он вроде такой, к нему обращаются все. Хорошая предположение. А еще у вас? Вот, в точку. Да, именно так произошло. А, не слышно? Раз, два, три. О. Не передает свое знание другим, в итоге к нему поступают все вопросы, и у него приходит выгорание из-за объема работы. Да, его заваливают точно в точку, потому что, ну, на самом деле он-то работает еще несколько недель, еще испытательный срок-то не закончился, а все к нему повалили, и от мала до велика, и много чего спрашивают, потому что думают, что, ну, инструкцию-то написал, значит, все знает, можно пойти спросить. Ну, и, соответственно, да, все верно отметили, происходит такое переполнение, работать некогда, ты всех консультируешь, вот, и, собственно, ну, для метроши был выход воспользоваться скрамом, вот, может быть, это где-то затерто, но вот в этом случае оно было весьма полезно, потому что, опять же, та история, когда мы постоянно планируемся, у нас есть сроки, все горит, все в огне, ничего не делается, очень помогла методология, фреймворк, ну, я думаю, большие специалисты тут тоже есть по скраму, то есть разбить участки всего проекта, то есть у нас, допустим, есть контрольная точка, и она в августе, например, а мы находимся в середине июля, вот, а у нас еще пока ничего не делается, и чтобы она все-таки начала что-то делаться, помимо вот этого планирования, мы используем фреймворк, когда мы берем конкретные задачи на каждого члена команды и считаем, что у нас через две недели, а спринты у нас двухнедельные, что должно быть выполнено, и собираемся на ретроспективы, обсуждаем, кто что сделал, кто успел, и действительно нам это сильно помогло, потому что у нас, наконец-то, вагончик по рельсам стронулся, то есть мы очень долго грузили, 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 но никак никуда не катились, а когда мы начали пользоваться с этим фреймворком, у нас все-таки помаленьку, а потом все побольше и побольше, работа начала работаться, то есть мы начали достигать определенных успехов, потому что у нас появился, наконец, какой-то функционал, у нас появились экранные формы, у нас начало что-то считаться, и все благодаря, собственно, использованию такой методологии. Ну и что можно подытожить, что испытательный срок, на самом деле, это очень крутое время, время возможностей, потому что, с одной стороны, немного не так даже начну, есть такая, мне понравился этот каламбур небольшой, суперспособность зеленого человечка, потому что на испытательном сроке говорят, а, он еще зеленый, на самом деле этот зеленый может очень хорошенько себя проявить, потому что, с одной стороны, он может сделать такое предложение, предположение, а давайте вот так сделаем, и как бы возрасти весом своим в команде, а с другой стороны, когда этот вес уже сильно пересиливает, его уже просто не вывозит, он может всегда воспользоваться такой фразой, что, коллеги, я пока что на испытательном сроке, я еще не успел совсем разобраться, и поэтому мне нужно чуть больше времени, чтобы с этим, собственно, разобраться и с этим сработаться. То есть, конкретно на испытательном сроке есть такое суперслово, я еще пока не разобрался, и, собственно, в адекватных командах все очень адекватно на это реагируют, и никто не против того, что действительно вы не можете все знать по истечению трех месяцев. И помимо этого, когда еще происходит у вас хаос, а это не обязательно, может быть, на испытательном сроке проходить, это может проходить и, в принципе, в течение работы над проектом. Вот это как раз супервремя для того, чтобы можно было сильно вырасти. То есть мы пойдем, допустим, методом от противного, когда в вашей компании все процессы идеально налажены, все делают работу ту, которая у них уже сформулирована, которая уже запланирована по времени, все расписано. Вырасти в таких условиях достаточно сложно, потому что как бы все понятно, ты хорошо делаешь свою работу, то, о чем мы, собственно, с работодателем договорились. Вот тебе план, вот тебе работа, ты делаешь хорошо, получаешь там премию, но какого-то взрывного роста достаточно сложно добиться. А когда вот у вас хаос происходит, когда все бегают и кричат, что же нам делать, мы все умрем, ну и говорят, нам надо костьми ложиться, но обязательно там вывести этот функционал впрод. Вот это как раз-таки то самое время, когда вы можете проявить инициативу, собственно, чем метрошей занялся, и получить крутой такой импульс для развития вверх. То есть отношение к сотруднику, который только что пришел и еще не знает, чего делать, достаточно за короткий период времени, он становится очень ценным специалистом, который помогает абсолютно всем и, собственно, все двигаются в светлое будущее. Ну и что можно в качестве советов от метроши зафиксировать, это примерять роли, использовать метод шесть шляп, понимать мотивацию каждого члена команды, очень полезно. Суперпростой совет – это делать инструкции, которые, на самом деле, несоразмерно трудозатратам дают бонусы. То есть трудозатраты составить инструкцию, а инструкция должна быть максимально простая, то есть это 4-5 скриншотиков с одной строчкой, что нужно сделать и получить результат. Вот сделать такую инструкцию максимум 15 минут. Ну, если хотите суперклассно и красиво сделать, можно запариться и полчаса потратить. Зато это будет работать постоянно на вас, то есть это такой самодостаточный организм, который даже после того, как вы уже и забыли про эту инструкцию, он все равно продолжает приносить пользу как команде, как проекту, так и вас приподнимать в рейтинге в команде, внутри команды. Ну и, собственно, строить план. Это не очень простая штука, конечно, наметить точки и траекторию к этому плану, но это, пожалуй, в ситуации Деруф и Зон Файр очень такой мощный бронзбойд, который может этот файр наконец-то потушить. Ну, собственно, на этом доклад мой завершен. Можно пообщаться в Телеграме, можно почитать классных много материалов различных на Хабре в нашем блоге. Спасибо. Можно вопросы? Спасибо большое, Данил. Очень интересно было. Давайте послушаем вопросы. И я напоминаю, что кроме вопросов в зале для зрителей трансляции вы также можете задавать вопросы в чате, с удовольствием их озвучу. Так, вижу первый вопрос. Все, спасибо. Спасибо. Такой вопрос, ты говорил про мотивацию, про шесть шляп. Вот эта тема, на самом деле, меня интересует в последнее время, потому что вот ты вкратце обрисовал, у тестировщика есть мотивация, чтобы было меньше ошибок. Но если так дальше пойти, то у бизнеса мотивация зарабатывать деньги, у темлида, чтобы команда хорошо работала, то есть он несет за это ответственность, у разработчика писать код, там delivery manager еще есть, тоже прикольная зона ответственности. А вот если надевать шляпу системного аналитика, то какая мотивация? Ну, то есть все дают разные ответы, мне вот интересно твое мнение. А ты сама кем являешься? Не аналитиком? Системным аналитиком. У меня тоже свое мнение. Ну, когда я надеваю свою собственную шляпу и хожу системным аналитиком, моя мотивация — это, собственно, хотелки бизнеса превратить в результаты для бизнеса. Вот, и моя мотивация — это понять, что они действительно хотят, помочь им, во-первых. Ну, как, это, наверное, не во-первых, но иногда так приходится, когда мы помогаем в формулировании требований, что действительно будет удобнее бизнесу самому. И чтобы всей команде было быстренько все понятно, как это сделать, и передать в разработку. Вот. Мотивация сделать крутой продукт для заказчика. Пожалуйста, с микрофоном, да. Это же, получается, мотивация всей команды, по сути. То есть всем заниматься по-хорошему. Принимать мотивацию команды, ну, это для меня она такая. Может быть, можно, конечно, если границы расставлять, то что я хочу, чтобы у меня там выходили хорошие требования, или я хочу, чтобы ко мне бизнес-требования хорошие падают. Но лично я стараюсь повышать куда-то повыше горизонт мотивации, чтобы было меньше вот этих скольчиков и шероховатости видно. Ну, чем выше поднимаешься, тем красивее все выглядит. И работать больше хочется. Да, по сути, по поводу выше согласна. Потому что, говоря про работу с требованием, это все-таки про компетенции, скорее про инструменты работы системного аналитика, но не про смыслового работы. И, в общем, да, прикольно. Спасибо. Приятно было пообщаться. Да, Даниил, добрый день. Меня Виктор зовут. Привет. Да, привет. Слушай, комментарий такой интересный. Полностью согласен со всем, что ты сказал. Виктор. Из своих... Да, вот просто нашел отклик как бы внутренний, да? Очень рад. Да, очень... Есть некие вещи, которые важнее даже вот из моих наблюдений, чем требования, чем скрамы и все остальное. Это ценности, которые влияет команда. На самом деле, потому что мотивация непорядочного человека очень сильно отличается от мотивации порядочного человека. И в зависимости от того, какие ценности заложены, независимо от качества подготовки человека, это будет влиять на результат. И вот просто из наблюдений вот по нашей части, по моей команде, да, у меня вот, например, стоит полное табу, независимо, там, новичок или, там, старший человек, там, который уже, там, сеньор проработал, да? У нас полное табу, например, на обесценивающее высказывание. У нас полное табу на то, что один может другого человека поставить, например, просто в неудобное положение каким-то вопросом. Очень круто. То есть полное табу. И вот ценности – это порядочность, терпение, право на ошибку, открытость, честность, порядочность и принцип полного вовлечения. Оно относится как к руководителям, так и даже новичкам. И почему? Потому что чем раньше и честнее мы скажем, что у нас реально здесь проблема, и я не хочу там оправдываться, потому что я боюсь просто, что меня сейчас все заплюют, заклюют. Да, да, да. Да, независимо от того, там, новичок или более опытный. Все, это сразу влечет за собой те или иные решения. Если изначальный посыл неверный, решение, значит, будет неправильным, значит, мы будем дальше от результата. Поэтому чем быстрее мы признаем какие-то неправильные ошибки и будет правильная реакция команды, то вот именно вот эта ценностная составляющая приведет команду быстрее к результату. Поэтому мы стараемся, чтобы ценности – это были вперед требований и сроков, а потом уже все остальное выстраиваем. Ну, это вот как комментарий. А вопрос? А, собственно, вопрос-то у меня был. Что у вас с ценностями? Ну, во-первых, я хотел пошутить кружку пива этому господину, подписываясь под каждым словом. У меня был различный достаточно опыт. Один раз мне довелось даже поработать в компании, где прям на старте, на входе, первой книжечкой, ну, книжечкой презентации, которую я получил, было ценности компаний, которые, вот про что ты говорил, они более так лаконично сформулированы. Мне очень сильно запомнилось, и то, что лично я использовал потом в работе, так называемый здравый смысл. Вот одна из ценностей у нас была. Это вот здравый смысл. Например, а зачем это делать? Вот. И, соответственно, остальные формулировки, они мне не сильно запомнились, но это как раз, Виктор, о чем ты говорил. В Интехе у нас, ну, как бы еще не сформулировано это так, чтобы было конкретно, лаконично, о чем-то расписано. Пока что есть такое место для работы, как собственные инструкции, так и вещи, которые называются ценностями компании. Вообще полностью согласен с этим, потому что это важная очень штука, и даже просто если это зафиксировано где-то будет, можно апеллировать к этому и, собственно, налаживать работу в команде. А еще хотел отметить, что это такой new level, можно сказать. Не во всех компаниях, опять же, этим занимаются, уделяют этому времени. Ну, и это связано еще и с развитием компании, потому что если ты еще строишь свои процессы, ты думаешь о том, что, ну, это для каких-то гигантов больших ценности формулировать идеологию, куда мы идем и так далее. Но на самом деле я согласен, что если мы их сформулируем сейчас на старте, то расти все будет, ну, как бы крепкий фундамент, он, собственно, и дом держит. Вот. Не знаю, можно это засчитать за ответ, но мое мнение таково. Спасибо. Да, вот вопрос еще. Привет. Мне очень понравился пример с тем, когда уходят в отпуск опытные аналитики. На самом деле у нас очень похожая ситуация сейчас в команде, но только с фронтейдером. Но я, в общем, хотела спросить, а как понять, что метроша начинает вять? То есть есть ли какие-то признаки, там, может быть, один-два признака, что вот ему из-за такой ситуации, что он вот один в этом всем остался, плохо? Спасибо. Потому что часто не высказывается вот это состояние. Ну, вообще, я думал, что тебе больше понравилась сама картинка. Вот это. Но вопрос, как понять метроша, что он начинает вять. Мне, на самом деле, что мне, метроша повезло. Метроша повезло, потому что, так как в команде были такие же ребята, которые только что пришли с улицы, появилось общее основание для того, чтобы как бы плотнее и более раскованно можно было общаться. То есть не просто по задачам, а просто даже по ощущениям, как ты чувствуешь себя на этом проекте, на работе, и не стесняясь достаточно открыто об этом разговаривать. И вот мои коллеги, они периодически, ну, иногда так случаются, мы вот созваниваемся просто в неформальные, мы все на удаленке работаем на проекте, мы вот неформально соберемся там вдвоем, втроем, вчетвером с ребятами, просто поболтать, обсудить. И когда, я как определяю, то, что когда тебе коллега говорит, что-то ты как-то сильно загружен, вот, и ты сразу такой думаешь, а действительно, что ты правда загружен, а что не так происходит? И начинается какая-то аналитика уже собственного состояния, и думаешь о том, что, ну, что действительно надо что-то делать. Собственная индикация для меня, это мои коллеги, с которыми мы достаточно хорошо общаемся. Ну, причем это круто получилось, потому что мы работаем очень мало времени, а такое ощущение, что как будто всю жизнь там друг друга знаем. Спасибо. Так, есть ли еще вопросы? Да, привет, Даниил, Борис, Райфайсенбанк, тоже коллега по финтеху. Круто. А вопрос достаточно банальный, на самом деле, я увидел у тебя там интересную картинку, а то, что с большой силой приходит ответственность, если я не ошибаюсь. Вот. Верно. И мне вот интересно, эта ответственность не всегда получается вывозить, да, извини за сленг, но, мне кажется, самая описывающая ситуация. Вот. И были ли кейсы, когда не получалось, и как ты с ними справлялся? Потому что на начальном этапе это самое сложное. Много ответственности, много эмоций, давления, и все это очень сложно. Мне в такой ситуации очень помогло то, что честность в команде. Просто ты честно говоришь, что коллеги, ну, это сейчас, чтобы этот вопрос решить, у меня недостаточно компетенции. И, ну, я думаю, тут уже дело не в том, что мне с командой повезло, просто люди все адекватные, понимают о том, что ты не можешь все сразу знать. Так прийти и все знать. И вот если ты честно говоришь, то не то, что, ой, я не знаю, ну, как-то это таким с посылом на запрос с пониманием, то, что коллеги, ну, я пока с этим еще не разобрался. То есть я обещаю, что я разберусь с этой темой и вернусь с ответа. Ну, если ты еще какой-то срок подкинешь, допустим, вернусь вечером, вернусь через два дня, вернусь через неделю с обратной связью. Всех абсолютно это устраивает и коллеги с пониманием к этому относятся. Спасибо за вопрос. Так, вот еще есть вопрос. Спасибо. Хочу сказать, Юлия Тиньков-Банк, тоже аналитиком работаю. И прослушав весь доклад, у меня вот возник вопрос. А насколько вообще как системному аналитику интересно тушить вот эти пожары, как будто бы это про роль delivery менеджера, который должен настроить все процессы, а ты должен как будто бы именно проработать границы проекта, там системы, какие-то требования, трассировка их, посмотреть, что все закрывается? Ну, я примерно... Я сейчас начну отвечать, а если чего, можно скорректировать. Насколько интересно тушить пожары? Ну, я думаю, что неважно, в какой ты должности, чем ты занимаешься, там, пишешь код или пишешь требования, или занимаешься монтированием системы, у любого человека может случиться пожары. То есть просто ко мне как к системному аналитику пришли и сказали, давай требования, или давай техническое задание, или давай постановку, а у тебя ее нет. Ну, вот у тебя уже пожар образуется. Они говорят то, что у нас вот вот эта часть проекта, ее нет. Как мы будем следующую делать? Вот давай, нам уже следующее, а у тебя это еще нет. Вот, собственно, пожар нарисовался. А какой интерес у меня был работать с этим пожаром, то, что это вызов, просто пора с этим разобраться, пора помочь всем. И ты как бы, ну, вот первые пожары начались через неделю, ты думаешь, ну, первая реакция – страх. Ой, вы что, вы уже ко мне, что ли? Я же еще ничего не знаю, еще ничего не понимаю. Вот, а вторая реакция о том, что, ну, надо попробовать. Надо попробовать справиться с этим, потушить пожар, помочь команде. Спасибо. А еще второй вопрос. А в целом у вас в команде delivery manager или какого-то фасилитатора, который может там вам как-то сверху этими процессами помочь управлять? Нет такой роли отдельной, да? Вот, я зацепился за фасилитатора. Есть у нас роль, называется она менеджер задач. То есть человек, который занимается, ну, точнее, можно описать вот так, у него есть ответственность, чтобы проект к этому времени вышел. И все действия, что там должны к этому сроку, например, появиться, требования к этому сроку появиться, техническое задание к этому, сроку код и так далее, есть у нас ответственность. Но когда большая команда, и когда вот, я думаю, ну, вот когда я примерял шляпу нашего менеджера, я тоже проникся сочувствием, потому что у нее проект уже, вот, надо первая точка контрольная, а к ней пришли ребята уже в третьей четверти, можно сказать, этого срока. Как бы с нее никто ответственность пока еще не снял, потому что мы не успеваем, потому что мы только пришли. Ну, это физически невозможно. Вот, ну, и, собственно, стараемся друг другу помочь. Понятно, спасибо. Спасибо. Ну, спасибо всем за вопросы. Если еще Данилу есть вопросы, наша дискуссия может быть продолжена. Данил будет вас ждать на стенде компании РСХБ Цифра. И если есть еще что обсудить в более неформальной обстановке, добро пожаловать. Мы освобождаем зал для следующего доклада. Вау, спасибо. Очень приятно. Спасибо, что пришли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.